На этой неделе дорогой Ради Фаритович так увлекся туризмом за бюджетный счет, что окончательно забил на свой регулярный распорядок, и похоже, что его поездка в Иран в окружении многочисленных товарищей, друзей и подружек окончательно перечеркнула все наши возможности и планы увидеть оперативное совещание правительства на этой неделе. Так что эта неделя будет необычной, она у нас будет без оперативки. Многие кратковременно впали в панику, как же нам теперь жить без этого замечательного еженедельного события, однако позволю себе небольшое отступление. Примерно 60 лет назад, в начале 70-х годов, великий итальянский кинематографист Федерико Феллини вознамерился поехать в Китай и взять интервью у великого кормчего китайской революции Мао Цзэдуна. Федерико раззвонил об этом на всю Европу, рассказал всем в деталях, и язвительные итальянские журналисты наконец-то задали ему вопрос. Ему сказали, сеньор Феллини, а что случится, что вы будете делать, если Мао Цзэдун не даст вам интервью? На что великий итальянец незамедлительно ответил, ну в таком случае я сниму фильм о том, как Мао Цзэдун не дал мне интервью. Собственно, подражая гению итальянского кинематографа, мы поговорим сегодня о том, как же прожила начало недели республика без дорогого радио Фаритовича. Практически все новости и происшествия начала этой недели крутились вокруг коммунальной обстановки в республике и в ее столице Уфе. Собственно, эта коммунальная обстановка все больше напоминала что-то среднее между библейским апокалипсисом и официально объявленным чрезвычайным положением. С крыш повалился снег и лед, снося вывески, козырьки, убивая автомобили и калеча прохожих. Отдельно стоит отметить, что пострадали автотранспортные средства трех администраций районов города Уфы. Многие комментаторы отнесли это к некому возмездию. Ну, я бы не стал так злорадствовать, но тем не менее, примечательно, что даже автомобили сотрудников администрации уже попали под эту бомбардировку. Иначе назвать это нельзя, потому что ощущение такое, что действительно город бомбят. Несмотря на то, что украинские дроны и ракеты все еще не долетают до наших широт, ну, ощущение того, что происходит какая-то артподготовка есть. Вчера утром на улице Ленина в центре города просто начисто снесло металлический козырек и вывеску одной из самых престижных кофеин. Максим, в которой так любил сиживать господин Мурзагулов, бытность еще могущественным чиновником. И даже вот такие элитные заведения никак не застрахованы от вот этой бомбежки. Лед, причем очень тяжелый, опасный, сносит довольно-таки существенные металлические конструкции. В Черниковке, в Зеленой Роще, крыши домов начали проваливаться под весом неубранного за всю зиму снега. В некоторых домах обвалились потолки, ну, ввиду того, что там протекает кровля и тоже снег, который давит на все эти конструкции. Пожалуй, что в Уфе не осталось ни одного двора, ни одного междворового проезда, проходя по которому жители не проклинали бы сотрудников Уфимской мэрии и лично городоначальника, в тех местах, где с дорог сошел снег, вот эта снежная шпаклевка, нам явился ужас того, что городская мэрия называла ямочным ремонтом. То есть ямочный ремонт сошел вместе со снегом. И страшные ямы-дыры открылись нам, и это еще только начало. Ну, и в завершении всего вот этого веселья талые воды начали затапливать низинные районы столицы республики. Нижегородка поплыла, причем самым активным образом. То же самое на набережной Всепайлова во многих других районах. Ну, и, естественно, ожидаем полного затопления проспекта Салават-Юлаева. То есть вот подобный апокалипсис к вечеру понедельника примерно в 17 часов 52 минуты завершился, но уже совершенно отчетливым знаком небес. Небеса подали нам абсолютно однозначный сигнал. Обрушилось золотое навершие одного из миноретов строящейся мечети Ар-Рахим. Прямо сверху вниз, на глазах у уземленной публики и под запись многочисленных видеорегистраторов автомобилей навершие минорета рухнуло вниз, обрушив частично конструкцию строительных лесов, сорвав вот этот фальш-баннер, который изображал некое благоденствие. В общем, выглядело это, конечно, абсолютно символически. Похоже, что даже Всевышний возмутился долготерпением уфимцев и жителей республики. И тут я вспомнил о своем обещании, которое давал на прошлой неделе. И богобоязненно подумал, что теперь-то это обещание точно нужно исполнить. А на прошлой неделе я обещал запустить петицию за отставку мэра города Ратмира Мавлиева. И, собственно, я ее запустил. Потому что, не потому что вот так вот прошел понедельник и упал минорет или еще что-то, а потому что в целом по совокупности это давно пора сделать. И текст у этой петиции достаточно простой и понятный. Я его зачитаю вам вот целиком. В течение года жители миллионной Уфы испытывают на себе последствия необдуманного решения о назначении мэром человека без опыта, навыков и способностей к управлению крупным муниципальным образованием. Как итог углубляющийся кризис коммунального хозяйства столицы, разруха, показуха, грязь, хаос, разрушение. Горожане не желают повторения зимы 2022-2023 годов и продолжения кадрового эксперимента, основанного на кумовстве и дружеских обязательствах высшего руководства Республики Башкортостан. Мы требуем отставки мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Вот такой текст петиции. Мы ее опубликовали на ресурсе Change.org. Ресурс этот создан при содействии государственных органов власти. Реагировать на петиции, которые там расположены, законно, правильно и нужно. В этом нет никакой опасности. Для тех, кто уже оглядывается, заходя в собственный подъезд, могу сказать, что это абсолютно безопасно и более того полезно. И для тех, кто, ну, из числа наших зрителей, из числа наших подписчиков и вообще для тех, кто скептически относится к подобным мероприятиям, я, конечно, понимаю, чем вызван ваш скепсис, однако не могу однозначно считать подачу петиции бесполезной и беспреспективной. Это точно не бесполезно, потому что нужно понимать, сколько нас, не считающих себя покорным стадом, над которым можно проводить эксперименты, подобные тем, которые проходят в Уфе, точно не бесполезно дать понять этой компании КВНщиков и вообще башкирской власти, что бесконечно терпеть вот эти бесчеловечные эксперименты над собой мы точно не собираемся и безропотно наблюдать, как на наших же глазах уничтожают наш город, мы тоже не будем. Ну и совсем точно не бесполезно сделать хоть что-то, чтобы потом не краснеть перед своими детьми. Ссылку на петицию мы публикуем в описании вот к этому видео. Эту же ссылку, она активна, мы даем в первом комментарии к этому видео. Та же самая ссылка, по которой можно пройти и проголосовать по этой петиции, есть в нашем телеграм-канале. В общем, она есть везде, где мы можем только ее разместить, и мы очень призываем вас проголосовать по этой петиции, а самое главное после этого разместить ссылку на петицию у себя в соцсетях. Еще раз напомню, что это абсолютно легально, абсолютно законно и абсолютно нужно нам с вами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!